Давно собиралась рассказать об Анатолии Марченко. Это человек, чья жизнь и чей подвиг меня завораживает. И внезапно обнаружила одну странную и уже сегодняшнюю историю. 35 лет назад, в сентябре 1986 года, советский политический заключенный, писатель и диссидент Анатолий Марченко объявил голодовку в Чистопольской тюрьме в Татарстане с требованием освободить всех политзаключенных. Он голодал 117 дней, умер в тюремной больнице. По праву считается, что гибель Марченко и реакция на нее во всем мире привела к тому, что в итоге у нас в стране не осталось политзаключенных. И довольно долго их не было. Сейчас их, кстати, почти 500. А еще 10 лет назад было 40. Марченко, победитель дракона, прожил короткую и потрясающую жизнь. Он надеялся перед самой войной в Сибири, в рабочей семье и самой на рабочей, что советской власти было просто серпом по молоту. Первый раз Марченко загремел в тюрьму за случайную драку в заводском общежитии, в которой к тому же толком и не участвовал. Дали ему два года и отправили в один из самых страшных лагерей – Карлак. Это под Каргандой. После этого все сроки Анатолия Марченко были политическими. Его сажали за изменную родину. Он пытался бежать за границу в Иран, прочие союзы. Кстати, дали 6 лет. Сейчас по той же статье у всех сроки двузначные. И вот эта вторая отсидка сделала его писателем. Фактически Советский Союз отправил Марченко в Институт повышения политического самосознания, писал потом его пасанок Александр Даниэль. В 1966 году в сам издате вышла первая книга Марченко «Мои показания». Это свидетельство того, что со смертью Сталина политические заключенные никуда не делись. И при Хрущеве сажали, и при Брежневе. И, конечно, 1968 год. Вторжение советских войск в Чехословакию. Марченко открыто выступает против вторжения. Его сажают и ссылают. И в одной из своих ссылок в Тарусе он встречает Ларису Багарас. Тоже ссыльную. И тоже за Чехословакию. Она посмела выйти на Красную площадь с протестом. Знаменитая демонстрация 25 августа 1968 года. У демонстрантов единственный плакат. «За вашу и нашу свободу». Даже Брежнев, кровавый убийца, не написали. Тарусские ссыльные Анатолия Марченко и Лариса Багарас поженились. И с тех пор семья ездила уже по сибирским ссылкам. Последний раз Марченко получил 10 лет лагерей и 5 лет ссылки за год до смерти Брежнева. То есть, получается, сразу после Московской Олимпиады. За что был этот немыслимый срок, толком и не объяснишь. Ну, раздражал Марченко ту власть, выбешивал. Как нынешний известный арестант эту власть. И я с трудом себе представляю, что это было за противостояние. В стране, в которой только что отгремел всемирный праздник спорта. В стране, которая вела войска в Афганистан и наплевала на международную реакцию. В стране, где власть, кажется, навсегда принадлежит протократам. Где КГБ все про всех знает и ничего не стесняется. Где весь народ в едином порыве поддерживает мудрую политику, руководство и помалкивает. И вот в такой стране жили и боролись за свободу люди, у которых, казалось бы, не могло быть никаких шансов. Их сажали, их объявляли сумасшедшими, их шельмовали. А они продолжали свою неравную битву. 31 декабря 1986 года СССР объявил об освобождении всех политзаключенных. Анатолий Марченко не дожил до этого три недели. Он не был самоубийцей. Он не рассчитал свои силы. Голодал 117 дней. Но ведь все равно победил. И вот я открываю сейчас Википедию, чтобы уточнить даты. И вдруг обнаруживаю. Обнаруживаю второго Анатолия Марченко. Полная тезка. Даже отчество похоже. Один Тихонович, другой Тимофеевич. А ведь не было еще недавно такого. А теперь есть, пожалуйста. Анатолий Марченко. Полковник. Сначала милиционер. А потом пропагандист. Всю жизнь по делам политической пропаганды в КГБ. Родился до 15 лет раньше настоящего Анатолия Марченко. А умер через 23 года после его трагической гибели. 86 лет. Прожил длинную жизнь. Пописывая на досуге рассказы из жизни шпионов. Между прочим, член Союза писателей. А настоящий Марченко, конечно, нет. Надо же, два Анатолия Марченко. Жили в одно время, в одной стране. Жили противоположными жизнями. Один отдал эту жизнь за свободу. Второй сытно и мирно в пропаганде. И кто б его помнил, как бы снова не пришло его время. Тогда, в 80-х, тоже казалось, что навсегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анатолия Марченко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...